Говорит радио «Свобода» у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. В марте 2020 года на итальянский город Бергамо обрушился коронавирус, и «Бергамо филммитинг» стал первым из отмененных европейских кинофестивалей. В 2021 году все опять испортил очередной локдаун, а в 2022 команда BFM подготовила юбилейный 40-й выпуск в еще более тревожное время. Это первый крупный фестиваль, открывшийся после нападения России на Украину. Берлин-Али в феврале завершался под сообщение западных политиков и разведслужб о готовящейся агрессии, но здравомыслящие люди отчего-то не решались им верить. 1983 год, когда «Бергамо филммитинг» прошел в первый раз, остался в истории кино, в том числе и благодаря фильмам, которые были тогда показаны в Бергамо. Теперь их снова включили в юбилейную ретроспективу «Деньги» Брессона, «Полина на пляже» Ромеро, «Преступление и наказание» Кури Смяке, трилогия Терренса Дэвиса. Были в программах первого и сорокового фестиваля картины не столь знаменитые, хотя и замечательные. В их числе «Полное безумие» Маргареты фон Тротта, драма о крипто-лесбийском союзе, и преподавательница, отважной и решительной, и интровертной до аутизма художницы. Это одна из лучших актерских работ Ханны Шагулы, а Ангела Винклер божественна в образе ее сходящей с ума и порывающейся свести счеты с жизнью подруги. Возможно, в 1983 году этот феминистский фильм казался слишком передовым. Сегодня время его догнало. Субтитры создавал DimaTorzok Главный герой кинофестиваля в Бергамо – 89-летний Каста Гаврас. Выглядит он великолепно, похож на президента Буша и предваряет сеансы полной ретроспективы своих картин увлекательными рассказами. В последние дни в русскоязычных блогах появились постеры его знаменитого фильма «Зет». Этот знак, конечно, не имеет никакого отношения к путинской полусвастике. 60 лет назад он был символом сторонников греческого пацифиста Григориса Ламбракиса, убитого правыми радикалами. Каста Гаврас снимал комедии и мелодрамы, но больше всего известен политическим кино. В свете печальных фронтовых новостей его сюжеты приобретают неожиданные измерения. Например, драма «Музыкальная шкатулка» о разоблачении и осуждении венгерского военного преступника, 40 лет притворявшегося благополучным американским обывателем. Сегодня, когда мир ошеломлен свидетельствами злодеяний российских войск, эта история о наказанном зле вселяет надежду. Когда-нибудь, пусть даже и на другом континенте, приговор будет вынесен всем подлецам. В Москве распространяются бредовые фантазии о том, что в Европе отменяют русскую культуру, а фестиваль в Бергамо открывается специальным показом сталкера. К 90-летию со дня рождения Андрея Тарковского его шедевр был дополнен звуковой дорожкой, которую подготовила ассоциация «Аудиор», специализирующаяся на электроакустических экспериментах. Русский язык в этом году на мероприятиях Бергамо Филммитинг звучит редко, но с почетным гостем фестиваля, режиссером Приитом Пярном и его женой Ольгой мы беседуем по-русски. Первые фильмы великолепного таллинского аниматора-сюрреалиста выходили еще в СССР в 70-х. Приит Пярн вспоминает, как в ту пору познакомился с западными радиоголосами. В 70-м году он оказался на Чукотке в экспедиции и транслировал передачи BBC «Свободы» в тундре. Меня хотели забирать в армию, как ассоциация. У нас была военная подготовка, и надо было в лагерике. Я думал, что я туда в лагерь не пойду. И получилось, что я мог... Это была ленинградская экспедиция. Я на два месяца в Чукотку собрался. И там, значит, у нас трое вроде было из Ленинграда. И мы делали карту растительности. Я был как рабочий, значит. И там был барак посередине тундры. И в другом конце барака были два парня из Ленинграда. Один был как прав, а другой был рабочий тоже, Толик. Так мы с ним, значит, ведро, дно вырезали. Туда он громко говоритель расположил. И мы это, значит, на крышу этого барака. И оттуда на тундру. А это, значит, может, на 10 километров слышал было. Там говорил Константин Григорович Барский, глядя из Лондона. Разве свободы? Наверное, да. Там еще и, наверное, свободная Европа. В 1987 году вышел «Завтрак на траве». Чрезвычайно смелый по советским меркам фильм «Эротика». Четыре года пробирался сквозь сито цензуры. Шедевр Прита Пярна «Отель Е» – первый его фильм, вышедший уже в независимой Эстонии в 1992 году. Это фантазия конвергенции двух миров, представленных в виде двух помещений. Западный мир окрашен в кислотные цвета. Режиссер долго добивался неправдоподобных оттенков. Советские черно-белые и его обитатели застыли за круглым обеденным столом циферблатом. Вращающаяся стрелка вынуждает их поднимать свои чашки, чтобы они не разбились. В фильме «1895» Прит Пярн воспел изобретателей кинематографа в серии абсурдистских новелл. Об этих двух фильмах, а также о прихотях советской цензуры мы беседуем, а в конце неизбежно переходим на войну. Прит Пярн приколол к своей куртке желто-голубую ленточку. В вашем фильме «Отелье» советская жизнь изображена в виде такого стола, где сидят люди, и как бы стол часы, стрелка бегает, они поднимают и опускают эти чашки. Нельзя спросить, чтобы метафору объяснили, но вот почему у вас именно этот главный образ? Не люблю вот это, ну что, метафора, что это значит. Ну, у меня вот начинала эта идея, это был год 90-91, где уже до этого, в 87 я сделал «Дастрах на траве», который для меня был, как прощай Советский Союз, но Советский Союз совсем существовал. И я написал это в 83-м году. И 87 мы его сделали, и это было довольно успешно. И тогда уже был фильм, посылали на фестиваль, и автор ехал, не чиновник с Москвы, а я ехал с этими фильмами по фестивалям, и получаю рекламный приз, это был, что ты на следующем фестивале, ты член жюри, и тогда появились мастер-классы, я где-то дал преподавать. Так что я туда-обратно, туда-обратно. Ситуация менялась, значит, у нас так быстро, что за неделю кто-то должен тебе был объяснить, какая ситуация сейчас. И, в принципе, я не собирался делать анимацию больше. Тогда возникла мысль, что между двумя системами, где одна быстро меняется, а другая уже построена. И это, ну, вот такая тихая вода, все, значит, там поставлено. И тогда у меня пришла эта идея, что это две комнаты, или, скажем, там, да, ну, вот есть комната, есть там стена, там появляется дверь, можно идти. Ну, почему надо идти обратно? У меня не хватало этого. И я помню точно, это было в Норвегии, я был в Тронфейме, где-то 12 часов дня, вдруг у меня вот появилась идея стола, вначале, как часы. И я построил очень быстро эту систему, что ты делаешь что-то бессмысленное, но это очень регулярное, значит, эта стрелка идет, ты должен поднимать эту участку. Зачем? Это неизвестно. Ну, вот ты знаешь, что это снова придет. Да, ты не можешь оттуда отойти больше, чем... Ну, ты неизвестно, кто этим управляет. И если зритель смотрит, значит, там кажется, что там появляется вот эта дверь. Ну, давай, иди. Он идет, и он возвращается в Огонь. А там кто-то тоже пошел, и тут его сразу наказали. Это метафора тотальной системы. И я, что, ну, вот где-то есть власть. Это невидимое, значит. Кто, значит, почему и как тебя наказывает. И в чем твоя вина, значит. Почему ты должен это бессмысленно сделать. Для фильма это дальше было очень легко. Потому что это черно-белая страна, значит. Ну, скажем, советская северная. Там начинается стагнация, значит. Они сначала все выглядят одинаково. Тогда у них начинается появляться лица. Это очень уродливые. Ну, они различаются уже немножко. И степ-бай-степ. Эта стрелка, значит, ничего страшного не происходит. И Стефана нет. Это же восстанавливает. Сначала происходит, тогда нет. Это концовка то, что эта стрелка остановилась. Остановилась, но они сами стучат с этот ритм и поднимают, когда надо, значит. Там каждый хочет сделать какое-то маленькое дело. Кто-то забить этот мяч. Кто-то роняет вазу, да. Кто-то передает, значит, письмо любовнице через кого-то. Ну, это вот все не получается. И кто-то роняет. Сюда в голову глядит на глаз, значит. И опять повторяется все. Там нужна, скажем, еще одна рука, которая... А он приходит в свое время. И не тогда, значит, или делает не то. И, наконец, он приходит вовремя, и стол становится на место. Они садятся за стол, и там начинает идти стрелка электронная. О, черт! Это значит, я сделал в 92-м году фильм, где этот итог этого, что, ну, нет разницы. И там, и там. И это мне, ну, сказали, да, несколько раз, что кто-то такой нам говорит, что... И, наконец, то, что, ну, там дверь мух принес с собой, которая... Вот разруха началась с того, и они идут, масса черная. Вот прошло 30 лет, и масса пошла. Не-не-не, масса, это все время было актуально. Почти 30 лет спустя там встали вот того темного персону, который приходит, его начинали называть Полис Пламбер, что-то такое. Сантехник? По сантехнику, водопроводчику. В пульске, да, сантехнике, значит. Которых, ну, не хотели в Англию пускать. Да, и интересно то, что, ну, этот фильм, скажем, какие-то округи в этом анимационном кино это приняли довольно хорошо, потому что система очень простая. Значит, эта сторона, эта сторона. И в Англии был такой Channel 4, который очень много денег по анимации давали. И предлагали мне, что они готовы уже деньги в следующий фильм. Они ждали новый отеля, наверное. И тогда где-то я написал 1895, послал им сценарий, значит, и там ответ был, что... Может, это юмор, но не для британской публики, что эти деньги не дали. Потому что это... Это частая провокация. Мозги работают так, что, ну, вот сделала то, и ты должен вот так продолжать, чтобы не было понятно. Вот я как раз хотел спросить про 1895. Вот есть такой стереотип эстонца, да, что этот человек очень рассудительный, медленный. А этот фильм, да и вообще все ваши фильмы, невероятно быстрые, просто даже сверхбыстрые, стремительные, да. Почему вы выбрали вот такой вот ритм, да, который вообще довольно сложный для зрителя? Аниматор или режиссер анимационного фильма – это ведь не анимационный фильм. Режиссер фильма может двигаться очень медленно, и так, значит, говорить, но... Фильм рождается очень медленно, очень многие люди там в экскурсии или хотят прийти на анимационные студии, потому что кажется, ну, что смешно все там. Особенно сейчас, когда это все в компьютерах, там люди сидят и смотрят на экран. Там ничего смешного нет. Я думаю, юмористы, они сами не клоуны, в общем-то, значит, они... Это происходит в голове, и если что-то ты придумал, ты рисуешь это, ты не прыгаешь. И, ну, каждая такая, ну, шутка – это конструкция для меня. Я выработал у нас определенную систему для своих студентов. И вот это как избегать клише и все такое. Сделают 1800. Это, ну, с одной стороны, что это вот коридор, где-то в Советском Союзе может делать кино, там, вот ты играешь на границе, там, начал заходить туда, где ты знаешь, что все равно это выкинут, выросли и так далее. А все равно, значит, в каждом фильме это там есть, значит, все равно знал, против кого ты идешь, значит. Все было там вот такой. И 1800 – это первый фильм, где буйная радость, делать все, что хочешь, значит. Свобода. Свобода, да, значит. Ну, свобода может быть и не радостная, трагическая свобода. Это была такая, ну... Happiness. Pure happiness. Буйная радость. И это, значит, для многих не доходило, что это, значит, что это такое. Ну, понимаете, его хочется смотреть много раз подряд, потому что ты на такой скорости не можешь ловить все нюансы. И все шутки, и все переходы из одного в другую. Фильм, который невозможно понять целиком с одного раза. Фильм, что я сделал с текстом, и это, значит, ну, и текст работает там так, что... И оказалось, что это довольно трудно, потому что сначала придумал, что-то происходит, но начинаешь писать текст. И ловишь себя на том, что, ага, я описываю то, что ты видишь, и бешь по пальцам себя, значит. Нет, нет, ты должен, значит, ну, если этот текст отдельно читать или слушать, это, ну, даже трагически там. Кто-то идентифика нету, потерял, значит, не знает, кто он, и так далее, значит. А если это соединить с этим идиотским визуалом, вот там получается... Получается бласт, привел бласт. А текст вдохновлен русской абсурдистской литературой, Хармсом, например, вот такого рода текстами? Я читал Хармса, но я не думаю, что это, потому что это не абсурдистский текст, а это абсурд получается в контексте, значит, я говорил что-то поэтистическое, вот он понял, что там какое-то пламя, значит, в груди, значит, а там стоит такой идиот, значит, в котором обе ноги деревянные, значит, ему потом в армию не берут. Я думаю, что это, ну, это Хармса переблюнет, потому что Хармс, и вот абсурд, и сериализм в разных видах искусства, это очень разный, потому что, значит, с губа с текстом, это довольно легко, значит, сделать вот этот абсурдный филинг, ты, значит, говоришь, что там кофейник летит в церковное небо и поет какую-то... Это уже, да, значит, если я это сделал в анимации, это просто, значит, ну... Картошка. Шуточка, да, значит, такая. Вы вспоминаете советские времена с отвращением и ужасом, или сейчас появилась какая-то ностальгия, молодость, забавно все было? Ни с вами другое, потому что, ну, то, что было, либо с кино, значит, и вообще с этой системой, ну, сейчас это и у нас так думают, и всегда журналисты из Запада, вот это, что было, была цензура, и представляешь, что там где-то сидел один мужик, значит, и смотрел, и цензировал это. Настоящая цензура была та, вот это слоеный пирог. Начинаем с сценария, значит, и я написал сценарий, и иду вот к этой редакторше, которая занимается анимацией на студии. Она это читает, значит, когда она это читает, о чем она думает? Она думает о том, что про ее решение, что скажет расчайник. Значит, она читает между строками, значит, я даже знаю, что, скажем, в каких-то зурналах, вот этот редактор там печатает стихи, так вот читает первые буквы этих строк, и последние буквы в строк, значит, нет ли акр стиха, да, наверное, нет ли там зашифрованного сообщения. Да, там был вариант, что там был, кто-то написал, что это было синий-черно-белый, получилось с эстонской флагой, значит, за первые буквы. Ну, было там «Ленин дурак» или что-то такое-то. Ну, вот так, значит, и тогда, значит, когда вот там ничего не находят, значит, тогда это идет в Москву, там техника читает, и она тоже думает, что вдруг ее начальник это прочитает. И это настоящая цена была. В Москве тетка начинает читать сценарий, я был там, что она прочитала пять строк примерно, и говорит, что почему вы делаете так? Вот у нас был тут фильм про пчелок, вот там было так, почему вы так не делаете? В советской системе было, вот ты не уходил, и ты ныл, и говорит, ай, надо, надо. И тогда, значит, ставят штампик, говорит, убирайся, а ты меня больше не увидел. И все, ну, это получилось, значит. Так что вот это найти, это как пропихать свой сценарий, и я где-то четыре-пять фильмов сделал так, что сценарий, который утвердили, был абсолютно другой, чем фильм, что я стал делать. Тут, конечно, то, что это, ну, и таллинн-фильм, это не был, ну, Киев или... В Москве бы вам не позволили такое снимать никогда? Я думаю, что у вас все-таки было либеральнее намного. Ну, это было так, что, ну, они не проверяли, что мы делаем. Ну, один фильм, это было, да, это тайм-аут, и они зарезали это. В студии должна была перекрасить, было два персонажа нарисованных русских солдат. Ну, не солдатами, а в шапке-ушанке там кто-то был. Да, это были русские солдаты. Они испугались? Нет, это была уже... Порезанная версия? А тут наполовину фильма уже вырезали. Никто не перекрасил, это значит, сказали, что мы должны это вырезать. И я понял, что тогда они были сделаны так, потому что фильмы не ставятся. Я говорю, что если мы их в клоунах перекрасим... Да они перевернули целлоид, и с одной стороны есть шапка-ушанка персонажей, с другой стороны клоуны. Значит, артефакт существует. И то, что происходило в гостке-ноут, в конечном итоге, это было очень смешно. Да, то есть вы воспринимаете эти времена как комические, да? Это был как спорт. Так что я бы насчет... Теперь сказать, что это была хорошая система. Это был супердрянь. Это большинство из них были очень приятные люди. А там были и, например, некоторые упражнения для самостоятельной жизни. Когда это показывали, в гостке-ноутом, где сидели в зале, у нас кто-то что-то искал, открыт дверь и смотрит там. И спрашивает, что за паранойя, значит. И эта женщина, которая дала зеленый цвет, чтобы принять фильм, она, очевидно, была очень мудрая. Она фильм приняла и спрятала. Так что это следующий фильм. Я застрял, значит. И было... Его утвердили, это три уголки, что одна часть, когда стали его готовить, это было ясно, что у нас две части. И это обычно, это было как формально, что все равно должно ехать в Москву, там, чтобы утвердить это. И там был. То ли это лето было, нечего делать. Это второй человек в госткино. Я не помню, как его звали. Он это прочитал. И... Ну, обычно оно было так, что мы ехали. Там был директор вот этого... Рисованной группы. И тогда это Регдак, короче, да, и режиссер, значит, я... И режиссер должен был молчать, молчать. Говорили, что он... Режиссер был, как идет, молчать, да. Ну, скажем, если сравнить с спортом, что режиссер мог бежать, но там были люди, которые знали, в какую сторону надо бежать. Вопрос, может ли все это вернуться? Вы не боитесь, глядя и Сталина, что то, что происходит в России, и угрожает вам непосредственно? Ну, она не вернется и в таком виде, как то, что я помню. Потому что эта концовка была довольно мягкая. Если в это вернется, это будет как... В 40-м году. Да, как в сталинские времена, значит. Я думаю, что, ну, она все-таки не вернется. Где-то Запад должен понять, что это, ну... Никакой перемирия или остановить этот конфликт. Это... Это очень плохо. Это будет очень плохо для Запада будет. Это надо... Надо уничтожить вот эту систему. Ну, кто будет после этого? Если 80 процентов... Сейчас... Я боюсь, что кто-нибудь еще хуже. Да, если это вариант. Но там, может быть, они должны восстановить экономику. Это значит, там будет какой-то период передышки. И, может, тогда и в Западе появятся люди, которые поняли, что это было. Насчет того, что... Ну, если начались хотели, когда у нас две комнаты, и в соседней комнате просто убивают массово людей, значит, во второй красивой и чудесной комнате можно, конечно, ну, забить... Ну, забить стену, забить, чтобы не слышать, как люди кричат с той стороны. Но в какой-то момент эта стена рухнет. И больше такого счастливого мира не будет. То есть счастливый мир должен понять, что пока они не помогут этим людям с той стороны, и пока вторая комната не изменится, их мир не останется таким счастливым. Ну, как он был? Сейчас подумать, что происходит, значит, Европа, особенно Германия. Это, ну, неуютно, что, скажем, цены на газ, нефть, это вопрос, что это неуютно. Они продолжают... Жить в своем прежнем мире? Да, и покупать, покупать. Они, значит, финансируют войну. Этим самым финансируют войну в Украине, тем самым финансируют... Своё собственное уничтожение. Нет, что оттуда масса людей валит в Европу. Значит, Европа должна, значит, вкладывать деньги. Сейчас уже почти 4 миллиона туда нашло, значит. Это, значит, жизнь в какой-то момент все равно становится немножко неуютной. Так, может быть, правильно было бы два месяца потерпеть. Сейчас весна, значит, добить не надо. В самом деле в Бергамо прекрасная погода, цветут магнолии, и самый красивый вид на город открывается у ворот Святого Августина, где и после завершения фестиваля проходит выставка Брита и Ольги Пярн между загадкой и магией. А этот выпуск программы «Культурный дневник» подошел к концу. Над ним работали продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.